Дни празднования Пасхи Христовой в полной мере можно назвать профессиональным праздником звонарей. В эти дни звонов много, они часты. И люди высокой и громкой профессии в этот период востребованы как никогда. На древней колокольне Данилова Московского монастыря побывала наш корреспондент Юлия Стихарева. Время, когда какафония городского шума растворяется в колокольном звоне. В этот пасхальный период многие пытаются звонить в колокола. Это то самое время, когда рождаются новые звонари. Уже более 20 лет профессионально звонит в колокола иродьякон Роман Огрызков, старший звонарь Свято-Данилова монастыря. Звонарское мастерство освоил, как он сам отмечает, по послушанию. А потом были долгие перипетии с возвращением исторического колокольного ансамбля Данилова монастыря из Гарварда, куда после революции были проданы даниловские колокола и тем самым спасены. Исторический ансамбль состоял из 18 колоколов. Самый старший колокол в нем был отлит Федором Маториным по заказу царя Федора Алексеевича в 1682 году. А самый большой колокол ансамбля весит около 12 тонн. Звоны были особенные. Связано это было с тем, что и звукоряд был очень хорошо подобран. И звонари вплетали в звоны фрагменты церковных песнопений. И голоса некоторых колоколов были особенно красивы. В частности, голос самого большого колокола, который весит около 12 тонн, он называется большой. Вот его звук знали по Москве хорошо. Он был очень красив, этот звук. Слышно было и в Кремле, и в Коломенском. На протяжении последних лет вместе с обителю возрождаются ее традиции. Как и раньше, в Дни Пасхи москвичи приходят послушать музыку русского неба. Колокольные звоны исторического колокольного ансамбля Данилова монастыря. А многие не только слушают, но и поднимаются на колокольню, чтобы познакомиться с профессией звонаря. Ну, мне нравится так звонить. Это, наверное, прикольно, как под колоколом берешь так. Ну, если честно, конечно, оглушает, когда ты рядом. Там находишься по несколько раз в день. Прям такой звон слышать. Я сравнил звон оттуда и снизу. Ну, мне кажется, там вообще, вообще очень сильно звонит. Именно когда вот в последние секунды там же вообще все колокола и просто оглушает тебя. В монастыре действует одна из лучших школ звонарей в Москве. Сейчас готовится к выпуску очередной набор. Следующий состоится уже осенью. Может ли любой человек научиться звонить? Да, если есть руки, ноги и чувствовать, ну, то да. За годы существования школы звонарей многие освоили эту профессию. Теперь в дни Пасхи большая звонарная команда отца Романа выезжает в другие монастыри и приходы. На колокольни и звонницы для практики, звона для обмена опытом, для повышения квалификации. Других звонарей коллег встречают на колокольне Данилова монастыря. И не скрывают никаких профессиональных секретов. Мы просим приносить рекомендации священника, но есть ряд случаев, когда люди не могут по тем или иным причинам принести такую рекомендацию. Мы принимаем, в общем-то, все равно всех, даже и без рекомендации. И, в общем-то, идет всегда на пользу людям, они знакомятся ближе и с православной культурой. В монастыре работает колокольный центр, он занимается научной деятельностью, популяризацией русских звонов, организацией фестивалей. Центр воссоздает утраченные колокола и дополняет существующие ансамбли. В сознании русского человека звон таит в себе и часть пасхальной радости. Вечные надежды побуждают к лучшим свершениям. И еще колокольные звоны – это исторический звук нашей Родины.